Девушки отдыхают Но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую Саню как профессионала в сайтостроении Аджестранички ВКонтакте 316-05-878 В качестве видеоряда смотри мое фотослайд-шоу на набережной Ив осенью 2017 года Очень красиво Желтые тона, синие тона Съемка производилась с камерой Nikon L820 Ясную солнечную погоду Очень красиво, рекомендую Итак, книга называется Беседы современной молодежи Проверена на практике Лайфхаки для тех, кто держит доску в явлении на просторах интернета Каждую субботу читай мой новый рассказ Это моя первая аудиокнига Каждую субботу Подписывайся на мой канал Нужны подписчики, нужны подписчики, нужны подписчики Нужна монетизация, чтобы лучше делать качественные видео, фото, ролики Команду можно нанять Корпорейшн Букс Макс Презент Аудиобук Беседы современной молодежи Рассказ номер 22 Заходи, не бойся, выходи, не плачь Ха-ха-ха-ха-ха-ха Рассказ перенесет тебя 16-17 декабря 2013 года Запиши себе спамера IP 146-074-205 Объяву я удалил Окей Твой малой ушел с новой почты или нет? И в чем причина того, что он хочет уйти? Сегодня пишет заяву И может с коллективом конченным работать Точнее, начальник конченный на одном складе А на втором рабочий Его сначала перевели с одного на другой Ну а теперь он вообще решил уволиться А мне сегодня наконец-то с новой почты пришла весть в том Что мне отказано о приеме на работу Ха-ха-ха-ха Ну и хрен с ними, радуйся Ха-ха-ха-ха-ха-ха У меня сосед в доме там 7 лет водителем работает И то, что он ни хрена мне не смог помочь даже, прикинь Ха-ха-ха У меня волной уволиться оттуда не может Пугают штрафами и всякой хуйней Как это? Да вот так Он сегодня поехал в отдел кадров Меня, наверное, забраковали Олег Михайлович, это начальник СБ Он у меня при собеседовании спрашивал Почему с охранников грузчики? Я сегодня сделал анализ полученной инфы от тебя И сопоставив с теми данными, которые я получил при двух собеседованиях Делаю вывод, что там действительно работают закоренелые грузчики И неудивительно, что твоего брата они не придяли Меня они там быстрее живут Так же, как и в типографии Там алкаши, наркоманы, короче, рабочий класс И там в типографии Ну, примечание Я проработал в 2016 году на новой почте На Харьковском терминале около 4 месяцев Ну, коллектив там, конечно, действительно, как говорят, не без уродов Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Но могу сказать, что меня там уважали И кликуха у меня была директор Кстати, привет Харьковскому терминалу от директора Всё у меня отлично, всё замечательно Супер-пупер Хе-хе-хе Пользуюсь новой почтой Рад и счастлив Всем привет, ребята Я вас понимаю Вот Короче, ушёл я оттуда, потому что здоровье не позволило Там сквозняки такие же пиздец. И я ушел по состоянию здоровья. Просто я каждый месяц на больничном сидел. Ну а насчет денег, тут дальше будут вестись речь. Насчет денег тут никакого окидалого не было. Штрафы у всех были, как бы, это понятное дело. Провинился, получил штраф. Саня тут что-то такое рассказывает. Может, когда-то и была такая хуйня. Ну, не знаю. Когда я работал, такой хуйни не было. Все было замечательно. Платили вовремя. Три раза в месяц. Еще и премии. Если на переработку остаешься, то платили час за два. А под Новгород, так вообще час за три. Хе-хе-хе-хе. Отличная школа жизни. Хе-хе-хе. И в армию идти не надо. Хе-хе-хе-хе-хе. Это ты верно подметил. Такие там и есть. Хе-хе-хе. Тема туда надо. Ты что, поебалу? Хе-хе-хе. Да Тема там не выживется. Придется руки разбить сильно, чтобы удержаться. А здоровье дороже. То я пошутил. Тема там тем более не удержится с его идеологией. Хе-хе-хе. Майнкав. Хе-хе-хе. Это точно. Мне написали. Добрый день. Мы занимаемся брендингом. Дизайном полиграфии. Созданием сайтов. Будем рады сотрудничать с вами. Е-мейл. Инфо. Зедиском. Может рассмотрим предложение? Может рассмотрим. Не знаю. Нахера они нам нужны. Хе-хе-хе. 17 число. Привет. Глянь, что спамер пишет. Блядей нам на сайт закинуть, сука. Зайка. Инфо. Сочи. Преститутки. Парни. Сочи. Я удаляю, короче. Столько наспамил кто-то на нашем сайте. Пергу. Итак, друг, ты слышал очередной сказ номер 22. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. В качестве видеоряда ты видел мое личное фото слайд-шоу, сделанное на набережной Ив. Ее так называют, набережная на Гимназийской. Тут красивые берега, где я живу. Красивые Ивы. Очень красиво. Вот. Это мое личное фото слайд-шоу. Смотри и наслаждайся. Подписывайся на мой канал. Каждую субботу выходит мой новый рассказ. В следующую субботу слушай мой новый рассказ номер 23. Желаю тебе успехов, Макс Смехов. Пока-пока.